Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Без билета. Я Алексей Кудинов. Рядом со мной замечательный художник Сергей Калатов. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас открылась выставка в Новосибирском художественном музее. Здесь и графика, и инсталляция, и живопись. И что интересно, очень много не только изображения, к чему мы здесь все привыкли, но и звука. Давайте начнем с названия. Как оно появилось? Я понимаю, что это отсылка к буддийскому, к восточному какому-то, наверное, пласту. А может и нет. Здесь нет прямой отсылки к каким-то культурам, религиозным, практикам. Здесь больше делается акцент на звуке как таковом и, в общем-то, наверное, акустической осознанности, которая, наверное, приглашает осознанность как таковой, выводит, точнее, в этот пласт. Вся выставка вся получила название на основании работы сатоксказающих соноров. Это центральная работа. 12 подвешенных лепестков раскрывают свои акустические свойства в результате того, что электромагнит соленоид подает импульс в каждый источник, в каждый модуль в отдельности. Вся система управляется определенным алгоритмом. Интегральный подход. Здесь мы включаем и фактически все рецепторы, и визуальная составляющая, и слух, и тактильная, и осязательная, и в том числе интуиция. В каждой работе как раз-таки воплощен совершенно отличающийся по принципу подход к звуку. Вот в данном случае мы слышим и видим, как звучит, функционирует работа ситшекер. Это 12 семян различных растительных культур. Размещены они в прозрачных пластиковых шарах, колбах. И приходит все это в движение за счет того, что программный код через контроллер управляет моторами со смещенным центром, моторами-эксцентриками, которые как раз-таки приводят в полибание эти семена. Каждая группа семян звучит по-своему. И очень интересно наблюдать за тем, как это пространство событий развивается. Это пространственная звуковая инсталляция. Одной из основных составляющих этой работы является преломление света сквозь вот эти колбы, а также тени, которые появляются на гладкой поверхности за счет направленного луча света. И вот мы с вами пошли к центральному залу. И тут, мне кажется, есть риск подобных экспозиций в том, что человек пойдет как раз к чему-то необычному на горизонте и проскочит мимо вот этих работ. Это обидно. Для автора, потому что это тоже здорово, это тоже надо смотреть. Да, это опять-таки зависит все от человека, от его внимательности к деталям и желания сфокусировать свое внимание на них. То есть в поисках плавающей точки серия графических листов 2010-2012 года как раз-таки раскрывает вот тему ощущения и движения, но больше вот в визуальном аспекте. А по образованию у вас, Сергей? Ну, первое образование у меня техническое, второе художественное. Ну, техническое забыть не удается абсолютно. Ну, не то что забыть, оно, на мой взгляд, идеально сочетается. В какой-то момент я понял, что мне интереснее, свойственнее идти по пути художника. Так как я родился в семье художников и получил, в общем, с кровью тенденцию двигаться вот по этому пути, вот. И в какой-то момент я стал интегрировать технические навыки, технические предпосылки, вот, художественные высказывания. То есть здесь вот мы видим как раз-таки... Сад. Да, тот самый сад. У нас подвешены 12 лепестков, и мы слышим, как звуковое событие развивается в результате того, что вот как раз электромагниты, соленоиды дают импульс в эти листы. И очень красивая такая задержка, сустейн внутри этих лепестков. Каждый лепесток мы настраивали определенным образом. Вот, видно структура, за счет чего происходит настройка. Это вот такая своего рода тетила, состоящая из двух направляющих, которая определенным образом сгибает этот лист. Вот, и, конечно, очень интересно раскрыть акустические свойства материала. Я правильно понимаю, что этот сад звучит постоянно по-новому, да? То есть здесь... Да, совершенно верно. Да, здесь в режиме рэндома формируется это поле. То есть мы едва можем уследить, где и когда появится определенный звук. Поэтому выставка так и называется, и работа так и называется, что эти звуки ускользают. Соноры — это звуки. Это электролира. Здесь, как я говорил на выставке, предоставлены различные подходы звуковой генерации. И здесь-таки как раз мы воздействуем на пять пар вертикально натянутых струн переменным магнитным полем. То есть на маховике расположены неодимовые магниты. Маховик, вращаясь, формирует то самое поле, то притягивает, то отпускает струну, приводит ее в колебания. И вот такая вот обертональная, многоканальная инсталляция звуковая формируется за счет этого принципа. Опять-таки управляет всей этой системой контроллер и код. Вот чтобы здесь ощутить вот эту всю атмосферу, здесь нужно стоять и действительно прогуляться, как в настоящем саду. Да, у нас есть возможность. То есть музей предоставил возможность посетителям побыть здесь в свободном режиме, понаблюдать за развитием звуковой ситуации, за построением архитектуры. То есть это даже помедитировать в каком-то смысле этого слова, да? Ну или поймать похожее состояние? Да, здесь очень много материала для того, чтобы остановиться и понаблюдать, например, текстуры этих листов, сочетания форм и пропорции. Здесь зал с приглушенным светом и жидкостью, и другая материя, другая субстанция. Да, здесь мы работаем со стихиями воздух-вода. И как раз-таки очень интересно было раскрыть акустические особенности этой инсталляции в этом пространстве. То есть здесь задействованы у нас таких 7 генераторов, а это, значит, колбы, внутри которых наливается жидкость, вода. И определенным образом мы пропускаем объем воздуха через этот объем воды и получаем отличительное звучание. Можно послушать немножко? Здесь определенный алгоритм. Да, здесь есть последовательность, когда, в какой момент начинается активность в модуле и когда она заканчивается, и именно очередность, то есть это своего рода композиция. Вот я правильно понимаю, что эти объекты, они среагировали на нас сейчас. Да, мы, появившись в пространстве, запустили, дали жизнь этой инсталляции. Работа называется «Параллельное касание». И здесь мы как раз работаем с акустическими свойствами кварцевых дисков. Можно сказать, что это апсайкл-проект. И здесь мы взяли два диаметра этих дисков кварцевых. Изначально они должны были быть вставлены в телескопы для разглядывания удаленных объектов. Но в силу судьбы этих дисков, они выполняют другую функцию в качестве звуковых генераторов, раскрывая себя как звуковые модули системы. А вот дальнейшую интерпретацию, вот этого образа, вот этого использования вы даете зрителю? То есть можно же сказать, что эти кварцевые диски открывают нам не звезды сегодня, но новые звуки, новую вселенную звуковую. Или вот отдаёте это на откуп тем людям, которые сюда придут? Ну, я вот выразил, скажем, свои ощущения, свою идею. И даю здесь полную свободу уже посетителю самому как-то обозначить, что же это для него такое. То есть здесь каждый может открыть свои смыслы, совершенно по-своему обозначить это. То есть хочется, чтобы всегда оставалась свобода в ощущениях, в понимании той или иной инсталляции. Субтитры создавал DimaTorzok